Какая музыка, какой стиль помазанный, какой нет? Под какую музыку прославлять? Какая правильная, какая неправильная? Что Бог считывает в этом случае? Как он, на что он реагирует? Вот Авель, что ты скажешь? Есть позиция у тебя? Позиция. Приходишь на концерт христианский. Просто концерт. Объявлено как концерт христианской музыки. И понимаешь, что там есть Божье присутствие и поклоняешься. Хотя музыка там совсем не для поклонения. А бывает, что приходишь на прославление перед проповедью и... Ничего не испытываешь. Вот да, я бы сам поклонялся бы, что громко уменьшили. И почему? Я думаю, что здесь... Хотя это очень субъективно. Один переживает, другой нет. Абсолютно субъективно. Я говорю сейчас о себе. Я думаю, что на самом деле это зависит от того, насколько мы действительно хотим чего-то услышать. То есть иногда наши ожидания не совпадают с нашей действительностью. Еще раз говорю. Приходишь на концерт, слушаешь прославление. Вернее, ты слушаешь песни как концерт, а оно прославление. Ты вот у тебя в душе прямо хочется вот сейчас подпевать, хочется поклоняться, хочется сесть, закрыть глаза, встать, закрыть глаза и так далее. А иногда на прославление начинаешь слушать, ну почему же они так поют? Ну что же такое? Что же там мешает такое и так далее? Это субъективно, на самом деле. У меня позиция очень простая. Я вот, как раз мы недавно делали собрание с нашей группой прославления, и мое видение, оно по прославлению такое. Когда люди приходят после целой недели отсутствия Божьего присутствия, суеты и так далее, и они даже сегодня еще, многие сейчас вот... Хотя так не должно быть. Не должно быть, понятно. Я сказал, что надо, что не на собрании два часа в неделю только приходить и прославить. Но мы сейчас вот прямо отсюда поедем, у нас служение будет, и будет прославление, естественно. И туда многие придут, даже после работы некоторые, прям вот сейчас закончили работу, домой заскочили, переоделись и туда. У нас даже там будет два брата, которые сегодня ремонт делают в помещении, они вот буквально сейчас пойдут домой, примут душ и придут на собрание. То есть и нужно ввести в присутствие Божье. Я говорю, что мое видение такое. Человек приходит с работы, суеты только что, его нужно вернуть, встряхнуть вот так вот и сказать, hello, да, сейчас мы уже на другом уровне находимся. И первая песня, там, одна, две, три, может быть, нужно просто напомнить людям о Боге, что есть Бог, что Он все держит по своим контролям. Нужно людей успокоить, ввести их в Божье присутствие. Действительно, то есть постараться сделать так, чтобы они переключились суеты на покой. И мы вот не зря выбрали с днем служения именно пятницу, потому что Бог сказал, нам нужно отделять будничное от покоя. И когда мы сегодня как раз вот вводим людей в это состояние, первые, две, три, одна песня, как получится, там уже все-таки лидер прославления, он должен чувствовать, что происходит с людьми. Это напомнит людям, что есть Бог. Дальше мы рассказываем Богу... То есть не важно, какой стиль, не важно... Помазание где больше, на русском языке, когда поют, или на еврейском? Помазание, оно изливается не на музыкальный инструмент, оно изливается на человека. Если человек сейчас... Кстати, Давид, Давид как-то, помните, даже в псалмах, он пел Богу на гевском орудии. То есть филистимляне где-то оставили инструмент гевский, которым они поклоняли своим богам, очевидно, а он его взял и сыграл Богу своему. Да, но на самом деле, это еще раз говорю, помазание, оно изливается на человека. И помазание течет на какого-то человека, и на кого-то оно течет, на кого-то не течет. Бывает такое, помазание есть, а присутствия Божьего нет. Бывает такое. Потому что помазание, оно, знаете, оно же не привелось как таланта. А когда помазание есть, а присутствие Божьего нет, это... Вот отдельная тема для разговора есть, такое... Такого я не слышал никогда, да. Ну, поговорим о том. Потому что, ну, я считаю, что вот, когда мы разводим человека... Я надеюсь, что ты пошутил, да. Понятно, что пошутил так.